Ой, девочки, тут, короче, такой ураган еще начался, буквально вот здесь минут, как я это вышла, кричу-кричу, ее нету, она вышла, вот на эти боковые крылья поварились. Фух, сейчас, вон, видите, что, ураган, ураганище, ураганище, вот это дерево давно упало. Фух, не могу ее найти, кричала-кричала, в общем, сейчас домой даже не знаю, где, то есть, ой, я... Слышите? Короче, сейчас... Так, не выходите, там такой ветер, там огромный, там ветер такой. Ой, девочки, чуть с ума не сошла. Сейчас в лифт села. Схватила ее куртку, она вышла без кофты даже, в одной футболке, там жара, короче. Как за 10 минут налетел такой гром, вообще ужас. Мне соседка сейчас сказала, что она видела, что она домой пошла. В окно она видела прям, что она побежала домой. Ой, так я, я, я выскочила на улицу, я кричу, Маша, 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 нет нигде, детей нету нигде. Ой, мама родная, сейчас у меня стресс. Ой, девочки, она дома. Она, оказывается, действительно зашла в подъезд. Баба, баба говорит, что у нас чуть балкон не сорвала. Ой, я выскочила на улицу. Маша, Маша, детей нет никого. И такой ветер, я еле подошла к столбу, давай держаться за столб. Люди чуть не улетают, там вообще такое ураганище. Я держалась за столб, чтоб меня не унесло. Это какой-то ужас. А дети, короче, заскочили, оказывается, в подъезд, а я, оказывается, спускалась по лестнице с этажа, а они поехали на лифте. И поэтому, она же вышла в одной футболке, я же даже ни кофты, ни куртки, ничего. Сейчас покажу, какой ливень. Ужас. Там, короче, деревья поломала. Вот, я там засняла. Ой, у меня стресс какой, мама родная. Это, только сейчас была жара, 39 градусов. Мы еще получили предупреждение, что два дня будет жара сильная. Сейчас, ой, мама родная. Я кричу, у меня юбка, у меня юбка, я штаны не нашла, юбку, и у меня вся юбка задралась, короче. Это ужас, я стою, столб обнимаю, просто, чтобы устоять. Кошмар какой-то. Баба тут стояла, держала балкон, чтоб он не вылетел. Я смотрю, там у кого-то с соседнего подъезда, улетела сетка, вот, представляете, вот стена, вот стена, вот она, вот прям стена, это дождя стоит. Мама родная, как я перепугалась. Где мой ребенок? Я понимаю, что она 11 лет, что она должна хоть куда-то спрятаться, да? И до меня не доходит, что она уже могла войти в подъезд. И мы разминулись, и у меня, короче, хорошо, что хоть соседка увидела, что они побежали в подъезд. Она на первом этаже живет в соседнем подъезде, мама родная. Она увидела, она увидела, что я хожу, ору, где Маша, где Маша? Там мужик сидит под козырьком, я говорю, где эти, где? Куда детей дели? Мама родная, ты не намочилась вообще, да, успели вы? Ой, какой, там ветки, вот сейчас по дороге там, да, короче, смотрю, ветки пополам обломила, и прям посреди дороги валяются. Ого! Я бегу, почему я побежала бегом по лестнице, не стала на лифте ехать, потому что в такие моменты может это, там же молния, да, и может, как сказать, ну, свет отключиться может. Вообще у нас вот когда-то было такое, что, и, короче, в общем, ой, мама, какой стресс у меня. Я бегу, главное, я хотела вам на камеру поснимать, как там, что дует, да, вот прям на лифте. И у меня, короче, думаю, надо снять, показать, и с другой стороны, где ребёнок, где ребёнок, где ребёнок. И у меня прям чуть ли не инфаркт не хватило вообще. И я, представляете, выскочила на улицу, хочу поснимать, как сказать, и не до этого, да. А, доча, убери собаку с дивана, ну, не люблю я это, вот. И чтоб последний раз я его здесь видела. Всё. И, короче, это, и я не могу даже камеру включить, чтобы вот показать, какой там ветер, просто какой ветер. Я мечусь по этой детской, куда метаться, не знаю, там на детской площадке нет никого, где Маша, где Маша. Я гречу, где Маша, она, блин, она, она, ой, короче, это у меня уже ку-ку. Короче, всё. Вон, табуретка и туда. Баба балкон, говорит, трясло, говорит. Она, говорит, встала на балконе и давай держать балкон. Представляете? Чтоб, ну, у нас деревянный, у нас не пластиковый балкон, да. И чтобы и балкон не унесло. Я, короче, смотрю, второй подъезд, ну, там соседний подъезд у нас, да. Короче, это, сетку у кого-то сорвало с окна. Я взяла, я схватила эту сетку, ношусь с этой сеткой, ищу ребёнка. Короче, это самое. Потом поставила там возле подъезда, я поняла, что со второго подъезда где-то вот там вот где-то сорвало, короче, да. Ой, мама родная. Вот это ничего себе. Такого не было. Вот у нас сколько дожди, 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 дожди. И я до сих пор, вот я в куртке, да, я куртку не могу снять. И дожди, 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 и такого не было урагана. Прям ураган был. Не было, вот он, ну, как сейчас вот дождь палил, а вот ветер вроде как поменьше сейчас, да? Ну, вроде как-то меньше. А что там капает? Что-то такие капли какие-то, знаете, вот как будто как снег, что ли, вот. Что-то я сейчас посмотрю. Вот что-то крупное такое, вот. Как я удерживала этот балкон? Баба, балкон удерживала. Баба, ничего не надо удерживать, все. А, ты просто вот эти вот двери, дверцы, да, вот эти вот закрыть пыталась. А я вот так вот лупила, вот это аж звенело. Я думаю, сейчас вылетит вообще окно вот тут. Ой, мама родная, вот это жуть вообще. Какой ветер, а, был. Вот сейчас утих как-то, да? Ну, это просто. Северный, южный, он вот так вот, он вот так мотал. Мотала деревья, знаете, во все стороны, просто во все стороны. Жуть просто, это просто жуть. Ой, я прямо аж не могу. Я еще сейчас до вечера отходить буду. Сейчас время пять часов вечера. Была жара. Ничего вообще не предвещало. Потом буквально вот за две минуты, наверное, да, вот она, вот она вышла на улицу, вот буквально минут 15, может быть. И, короче, и я, значит, это, короче, я от стресса отхожу. Она вышла в одних штанишках и в одной футболочке. Ой, это хорошо, что меня в чувства привела соседка, сказала, что она увидела, что они бежали в подъезд, дети. Это что-то. Баба держала тут балкон, а я прям это... А у нас балкон еще там запенивать надо этим. Там вот сейчас льет дождь. Там, как, смотря как он идет еще, вот сейчас не заливает. А вот до этого шли дожди и все заливало. Ой, мама родная. Я сейчас пойду валерьянки напьюсь, ей-богу. Фух. Я не могу, я... Я сейчас взреву просто, у меня сейчас выйдет все вот прям аж это... Испуг прям, слезы вообще сейчас. Я сейчас ехала в лифте, я готова была зареветь. Просто. Где ребенок? Ой. То есть я понимаю, я... Понимаете как? Я умом понимаю, что она всегда сидит на лавочке и рисует, да? И потом с другой стороны у меня... А вдруг она убежала куда-то вот в другой подъезд или под деревья куда-то? У меня вот глюк уже. Короче, вот она, цела, жива. Слава тебе, Господи. Ох. И здорова. И здорова, слава тебе, Господи. И не намочилась вон. Фух. Все, пошла валерьянку пить. Когда дождь начался, я с Деневской и Иринкой были под крышей нашего подъезда. А, вы как ветер начал дуть, вы сразу убежали, да? Ну, почти сразу. Ты же еще выходишь с кучей этих бумаг всяких. Я их не доставала. А, не доставала. Слава тебе, Господи. Буквально вот она вышла минут 15, наверное, да? И я, значит, спокойно так все доделываю дома. И такая раз, что-то вот буквально за 2 минуты, наверное, до этого, я выглянула, думаю, что-то небо затянутое. Что-то смотрю, что-то как-то вроде дождик собирается. И тут как рвануло. Вот так это, это просто жесть. Ветер с песком был. С песком, ну, естественно, он просто очень сильный. Встань сюда. Вот очень сильный ветер он был. И поэтому он это, жива-жива. Все, невредимо. Никакая палка ей не попала по голове. Вот. Ой, короче. Ой, мама родная. Хорошо, хоть я же понимаю, с другой стороны, да, что ребенок, ну, не совсем маленький, 11 лет все-таки, да, как-то сообразит. А в этот момент я просто, ой, я голову потеряла. Я бегаю там, где дети, где дети? Мужик сидит там под козырьком. Я говорю, где дети? Он говорит, я не знаю. Все быстро разбежались. Даже Настя с Ксюшей тоже в подъезд там. Ой, вообще. Нас просто вот у нас, допустим, в Алма-Ате, когда мы жили, у нас такие моменты отключался, отключался этот свет. И я поэтому, как-то у меня ассоциация такая, что надо бежать не в лифт садиться, а именно бежать по лестнице. И я хотела, бегу-бегу, главное, да, и тут и бежать надо, и тут думаю, надо же как-то показать, какой ветер. И не могу, и не могу понять, где камера вообще. То есть телефон в руках держу, я не могу понять, где камера, я бегу. Я как сумасшедшая вообще бежала. Ой, все, дайте мне валерьянки, я напьюсь. Фух. Сейчас всю упаковку валерьянки выпью. Не, не надо так делать, две таблетки хватит. Вот, все. Девочки, я влетела в квартиру, и, короче, даже не снимая куртку, думаю, какие-то ж тапки надо одеть. Я дочины тапки одела. Вместо своих. У меня синие. Я с перепугу с такого. Дочины тапки одела. Они мне как раз. Ой, короче. Ой. Знаете, где Тошка сейчас лежал? Под столом под моим. Ну хорошо, ладно. Вот. Подожди за то, что растянула мне тапки. Ну они почти моего размера. Такое пожаление не позволяет. Ой, мама родная, я ржу, но я не могу. Ты волнуешься? Немного ржу. Да. И ржу. Ой. Да, девочки, еще не договорила. Ой, я сейчас отхожу от этого. Я прямо аж чуть не взревела там, прям на улице. У меня крыша поехала. И почему еще? Потому что это... Тут баба зашла. Короче, это... Когда я выскочила в коридор, вот просто из зала, да? У нас еще зал тут недоделанный. Вот. Я выскочила в коридор, и я вижу, что лампочка мигает. Я не договорила это, что лампочка мигает. И у меня сразу ассоциация, как вот мы жили в Алма-Ате, когда у нас вот такой вот, ну такая погода была, ураган, да? У нас сразу выключали свет. Сразу. Вот. И поэтому у меня в голове это сработало. Я смотрю, свет мигает, подъезд выскочила. А там у нас эти... Такие шаговый свет. И он тоже вот так вот мигает, мигает, короче. Оооо. И мне показалось даже, что надо мной провода какие-то болтались. Почему-то мне так показалось. У нас тут кое-где висят провода. Доча, закрой дверь там. Иди кушай тут. Или сюда садись кушай. Доча тут свой стресс заедает печеньем. Я ей сказала, стресс не надо заедать печеньем. Просто успокойся и всё. Вот. Поэтому, ой. Короче, ладно. О, хорошая идея за этот стол садиться, который я не это... Не стала его складывать, складной убирать. Только это, не чавкой, ладно? Вот. Ой, сейчас пойду тоже валерьянки выпью. Баба сейчас опять зашла сюда, опять то же самое рассказывает. Говорит, я балкон держала, чтобы стёкла не вылетели, чтобы балкон не улетел. Капец. Срочно надо балкон пластиковый делать, чтобы он не улетел. Утеплённый. Ой, кошмар какой-то. Ой, сейчас, сейчас вот смонтирую видео. Ой, мама родная, сейчас срочно прям выпущу это видео. Девочки, я ещё, короче, не договорила. Я бегу, спускаюсь с этажа, да, и я слышу внизу, кто-то из детей визжит там, что-то они визжали. Оказывается, это Маша с девочками, с нашими была. Я кричу, Маша, Маша, да, я бегу по подъезду, я пытаюсь ещё камеру включить. Я пытаюсь, я кричу на весь подъезд, Маша, Маша. Они, оказывается, в этот момент сели в лифт и поднимаются, да. И нет, чтобы она бы ответила мне, что, мама, я в лифте. А я кричу, спускаюсь, их нету никого. А я слышала, как... Иди сюда. А я слышала, как вы визжали. Я слышала, как вы визжали внизу. Вот. И я, короче, чё я выско... Да, я выскочила, когда... И я слышу, там ещё другие какие-то, видимо, дети визжали где-то вот далеко, ну, дальше, да. То есть на детской площадке не было никого. Я подумала, может быть, они где-то спрятались, вот там вот у нас есть и деревья, и это... Но там вот... У нас там один домик ещё, короче, стоит такой маленький, как... Это, насосная... Как это у нас, короче, к дому подходит отдельное... Это... Электричество и насосное там у нас. Короче, это у нас дом-то старый, у нас так много домов здесь таких вот. Вот. И это... И там какие-то дети визжат. И я поэтому кричу, Маша, 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 никого не вижу, короче. Короче, и хорошо, что соседка вот с соседнего подъезда, там высказала... Она выглянула в окно, и она говорит, я видела, что дети побежали в подъезд. Чё не могла? Вот ты меня не слышала вообще, что я это... Когда я была в листе, я тебя не слышала? Я кричала, я слышала, что визжат дети внизу, прям, да. И я думала, что они там, может, стоят, что ли, да. Я подумала, что может стоят как-то, и всё, да. То есть не бегут там домой. Короче, крыша съехала. Реально крыша съехала. Я кричу на весь подъезд, Маша, Маша, и спускаюсь вниз, и нет никого из детей. Это вот ку-ку уже. В такой момент это... Вообще, вообще сейчас, наверное, там половина деревьев поломала. Все. Не только ветки, а половина вот так вот. У нас в Алма-Ате был такой случай. У нас огромная ива, стояла там, ну, не возле нашего дома, а дальше там, да. И её любимое дерево, ива, да. И вот так пополам снесло. И был очень крупный град, вот такой вот град был, прям, яйцами. Ух, всё, всё, я высказалась. Всё, жива, здорова. Яйца по голове не попали градом. Короче. Ой, я тебе... Ой, не могу успокоиться никак. Не говоришь. Она думала, что я... Я дома, я дома была. Реально. Но у неё же куртки нету, ничего нету. Я схватила... Я мечусь по квартире, где моя... Где моя одежда, где моя куртка, где моё чё вообще? Схватила куртку, бегом её. И всё. Ну, то есть, мне переодеться, как бы я почувствовала, мне переодеться надо, да? Я иду... А где у меня чё вообще лезвисит? Ой, короче. Ой, до сих пор вон молнии сверкают. Ой. Жесть. Баба уже в десятый раз рассказывает, как она балкон держала. Всё, мы пошли. Мы пошли кушать, стресс доедать. Это... Когда я зашла, я ещё... Вон, гребетит. Спросила. Мама. Ну, вот так вот это сказали. Так ты должна была орать. Мама. Я бегу по подъезду, кричу, Маша, Маша. Она... Не знаю, почему она не слышала. Я же в лифте была. Ну, в лифте. Ну, чё, ты не слышала, что я кричала? Нет? Короче, мы разминулись в подъезде, в общем. Ладно. Да. Ой. Ой.